Всем привет! С вами проект Мобильная Мама и сегодня мы находимся в социальном фонде России, отделение по Приморскому краю. И нас с радостью приняла у себя в гостях руководитель Вовченко Александра Александровна. Спасибо большое за то, что вы принимали активное участие в съемочном процессе, помогали нашим мамам, рассказывали о мерах социальной поддержки. Александра Александровна, хочу у вас узнать, в 2023 году сколько семей воспользовались данными мерами поддержки? Социальный фонд – это целая плеяда социальных услуг. Наверное, самая популярная, которая стала оказываться с 1 января 2023 года – это выплата единого пособия. Это уникальная мера, потому что она объединила в себя несколько видов пособий. Более 117 тысяч деток получили эту выплату. Отделение на данные меры социальной поддержки направило более 14 миллиардов рублей. Еще одна популярная мера – это материнский семейный капитал. Вы в своих программах про нее рассказывали. С начала программы в Приморском крае 170 тысяч семей воспользовались материнским семейным капиталом. Расскажите, пожалуйста, что ждет нас в 2024 году? Ну, во-первых, фонд продолжит оказывать все те услуги, которые были в прошлом году. Сейчас фонд стремится к проактивности, то есть без участия заявителя предоставлять меры. Например, материнский семейный капитал мы оформляем проактивно. Как только мамочка оформляет свидетельство о рождении ребенка, эти сведения поступают в социальный фонд. Автоматически мы присваиваем с ним. Ей только достаточно распечатать, если удобно, либо посмотреть. Может обратиться в нашу клиентскую службу, ей, соответственно, распечатают с ним. Более того, материнский семейный капитал точно так же оформляется проактивно. Мы получили с НИЛС. У нас есть сведения из различных источников о том, какой по счету ребенок. Лишалась ли мамочка родительских прав? Все остальные информации мы тоже получаем от наших партнеров через систему электронного документа оборота и оформляем проактивно сертификат. Мама сможет его распечатать в своем личном кабинете. То есть это становится доступно. Более того, мы продолжим выплачивать единое пособие. Оно у нас пока заявительное, но, тем не менее, изменения здесь есть. В частности, с 1 декабря уточнили те виды доходов, которые не учитываются при определении дохода семьи. Например, не учитываются проценты по номинальным счетам опекаемых деток. Вот я и хотела узнать, какие они учитываются, потому что очень много вопросов. Уточнили данные, как учитываются алименты. Уточнения коснулись самозанятых людей. В отношении них это касается объема, когда учитывается их доход. Если их доход составит более двух минимальных размеров оплаты труда. Ну, это такие основные направления. Кроме того, если еще говорить, это компенсация за уход. Если родители ухаживают за ребенком-инвалидом, либо инвалидом первой группы с детства, в этом случае у нас было требование, чтобы ухаживающий человек не работал. Так вот, с 1 января 2024 года можно выйти на работу. Причем это может быть полная занятость, частичная занятость. Это может быть работа на дому, либо дистанционная. И эта выплата будет продолжать выплачиваться. Сейчас такой вопрос личный. Кем хотели быть в детстве? Ну, наверное, как все маленькие дети. Вначале врачом, потом учителем. Но на каком-то этапе, вы не поверите, телесериалы, наверное, подтолкнули, я захотела быть юристом. Да, у меня юридическое образование. Первые два года своей трудовой деятельности я работала юристом. Ну, а потом вот пришла в пенсионный фонд. Здесь от рядового сотрудника. Занималась и оценкой пенсионных прав, и назначением пенсии. И сейчас вот являюсь руководителем. Вы сама мама. Да. У вас сын взрослый. Да, взрослый. Ну и как же вы успеваете совмещать такую ответственную работу и заниматься воспитанием сына? Раскройте нам секрет, пожалуйста. Наверное, дети работников социального фонда – это уникальные дети, потому что мамы постоянно пропадают на работе. Но здесь я хочу сказать, моему ребенку помог спорт. Нам очень повезло с тренером. И, наверное, когда спрашивают, а как ваш ребенок пережил переходный возраст, да, я не помню своего ребенка переходного возраста, потому что вот ориентиры на спорт дали ему возможность как-то так мягко пережить. Так, спорт. Даже стало интересно, какое направление, какой вид спорта? Он занимается боевыми видами искусств, КУДО. Так, следующий вопрос. Существуют ли какие-то традиции на работе? Вы, наверное, знаете, да, что с 1 января 2023 года объединились два фонда. Да. Пенсионный фонд и социальный фонд. Мы коллективом посоветовались и решили, что надо сохранять старые традиции и, наверное, приобретать новые. К старым традициям можно отнести благотворительные ярмарки. Они проходят у нас во всех структурных подразделениях на территории края. Вырученные деньги мы направляем деткам либо взрослым, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. У нас есть подшефный детский дом, куда мы регулярно ездим и привозим, ну, маленький кусочек счастья. Традиционным вот сегодня у нас проходит мероприятие «Детский утренник». Своими силами абсолютно специалисты организовывают для деток маленький праздник. И таким образом мы где-то и себе создаем новогоднее настроение. А что касается из объединяющих мероприятий, мы сделали небольшую музейную экспозицию. Мы собрали все, что касалось деятельности управляющих одного и второго фонда. Мы собрали почетных работников, данные о них, чтобы сохранить, чтобы не потерять. Кроме того, мы собрали какие-то материальные такие вещи вообще о деятельности этих двух фондов. И, наконец, такая уникальная история. У нас есть интерактивная часть музея, так как мы хранители пенсионных дел, в том числе ушедших уже из жизни ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Мы поставили себе задачу отцифровать. У нас отцифровано более двух тысяч дел. Это выдержки из документов, это и похоронки, и какие-то наградные истории. Еще одна история в этой интерактивной панели. Мы складываем все материалы, видео, фото о мероприятиях, которые так или иначе проходили в отделениях. Это конкурсы профессионального мастерства, это какие-то мероприятия, посвященные 9 мая, 8 марта, 23 февраля. Кроме того, у нас активно развивается молодежный совет. Они принимают участие во многих мероприятиях. Вот сейчас мы собираем посылки бойцам на фронт. Получается, вы социально ответственная организация? Безусловно, мы являемся активными участниками жизни приморцев. Вот, я и хотела сказать, что вы еще помогаете, развиваете это направление. То есть ярмарки способствуют тому, что вы дальше можете оказать помощь деткам, подшифтным организациям. Собираете гуманитарную помощь нашим бойцам. Ну, это, наверное, правильно. В каждой организации такое должно быть, потому что мы не можем быть оторваны от жизни страны. Что больше всего запомнилось в 2023 году? Вот лично для вас даже. Каверзный вопрос. Ну, во-первых, руководителями я стала в этом году. Это было где-то для меня неожиданно и ново. Мне посчастливилось. Я в этом году прошла программу мастер государственного управления в РАНХИКСе. Я вас поздравляю. Да, мы успешно защитили наш проект. Учеба потрясла меня. Я хочу сказать, что она меня изменила и очень многое дала. Поэтому, наверное, вот эти два события больших для меня стали важными в этом году. Как планируете провести эту замечательную январскую неделю отдыха? Ну, во-первых, прогулки на свежем воздухе. Во-вторых, мы уже приобрели билеты в наш Мариинский театр. Как здорово. Да. Семейные традиции, типа как лепка пельмени, может быть, какая-то выпечка. Как планируете? Нет, у нас фирменное блюдо утка. Оно начинает готовиться за два дня до Нового года. Да, мы ее вначале вымачиваем. Специально готовится за благовременную начинку. И утка у нас является неотъемлемой частью новогоднего стола. В 2024 год наш президент обозначил годом семьи. Что для вас значит семья? Можно тезисно? Это поддержка родных и близких. Ты знаешь, что что бы это ни случилось, дома тебя ждут, тебя рады. Если бы у меня не было крепкой семьи, то, наверное, я бы не была успешна так на работе. Поэтому семья – это наш тыл. Всем крепких, счастливых семей, счастья, мирного неба, чтобы все, что вы загадали на новогоднюю ночь, все обязательно исполнилось. Огромное вам спасибо за уделенное время и внимание. Я знаю, что было сложно найти в вашем плотном графике. Ну а с вами был проект «Мобильная мама». Смотрите нас в эфире общественного телевидения «Приморья», а также в наших социальных сетях – Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники. С Новым годом! Субтитры подогнал «Симон»!